Еще один населенный пункт Западно-Казахстанской области лишился статуса села. В некогда оживленном Еламане проживают всего 9 семей. Там перестали функционировать и все социальные объекты. Аналогичная судьба грозит и другим населенным пунктам региона. Роза Сатканова продолжит тему. Канат Мусадеев родился и вырос в этом селе. Он помнит эти улицы шумными и полными детворы. Со временем все его сверстники начали разъезжаться, покидали село и соседи. Остались лишь единицы, занимающиеся животноводством. В селе раньше было 15 атаровец, два табуна лошадей, 15 тысяч гектаров пашни. Насчитывалось около 40 домов. В 90-е люди начали переезжать, в основном из-за безработицы. Затем закрылась начальная школа. Молодежи практически нет. Остались лишь те, кто разводят скот. Кроме объектов образования в селе функционировали медпункты и дом культуры. Из 40 домов уцелели лишь 10. В оставшиеся семьи их подрастают семеро детей. Они учатся в школе соседнего села. Из удобств здесь только голубое топливо. Газифицировали населенный пункт в прошлом году. Воду же до сих пор пьют из колодца. Оставляют желать лучшего и качества сотовой связи. А вот интернета нет вообще. Самые тяжелые времена были во время 90-х. Никакой помощи от государства не было. Просим вернуть статус села. Решение одобрено областным маслехатом. Теперь ждем постановления. Мы неоднократно проводили совещание с жителями. Все согласились, никто не был против. Семь детей учатся в школе-интернате села Саралжин. Молодежь не хочет жить в селе, заниматься хозяйством. Все хотят в город. Многие переехали в райцентр. Если говорить о развитии инфраструктуры, газифицированы все 48 населенных пунктов. Жители 23 сел имеют доступ к чистой питьевой воде. В этом году планируем протянуть водопроводы в еще три аула. Всего по области 50 населенных пунктов с населением меньше 50 человек. Согласно действующему законодательству, они подлежат упразднению. Однако власти обещают приложить все усилия, чтобы сохранить их. Из 50 сел 21 приграничные. Для того, чтобы сохранить эти села, планируется внедрить дополнительные льготы для жителей. Например, изменить порог пенсионного возраста или добавить дополнительные коэффициенты к заработной плате. Ну и, конечно, нужно создавать новые рабочие места в селах. Сейчас в этих селах проживают чуть больше тысячи человек. За последние 10 лет статусы села уже лишились 60 населенных пунктов. Роза Тканова, Блажерлгас, Фельдар Аюпо, Западная Казахстанская область, Хабар.